Актуальное интервью 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 То есть разную реакцию встречаете от людей при посещении их семей. Как считаете, люди как-то стесняются? Или вот с чем связано с тем, что не каждая семья готова прийти к вам и сообщить о том, что вот в данный момент им сложно? — Потому что мы так воспитаны, наверное, в наше время нельзя выносить ссоры с избы, как раньше говорили. Но сейчас немного другое время. Сейчас не является каким-то ненормативным обращение к психологу там уже. Потому что в жизни ситуации могут быть разные. Это даже то же самое предразводное состояние родителей. Уже сам развод. Допустим, внутрисемейный конфликт супружеской пары в результате, допустим, алкогольной зависимости супруга. Нарушение родительско-детских отношений. Смерть одного из родственников близких. Любая эта ситуация может вывести семью из колеи. И бывает так, что, допустим, у человека, где вот он сейчас проживает, нет ни родственников, ни друзей. Куда вот ему обратиться? То есть мы всегда его выслушаем и всегда постараемся помочь. — Это в основном, наверное, касается тех семей, которые именно многодетных, либо малоимущих, то есть семей с детьми. А что касается категории граждан престарелых, именно старшего возраста? — Для граждан старшего поколения мы оказываем содействие в сборе документов на социальное обслуживание на дому и стационарное социальное обслуживание. Социальное обслуживание на дому предполагает помощь социальных работников, то есть по заявлению граждан. Данная помощь может быть оказана в форме мытья полов, приготовления пищи, покупки лекарственных средств, допустим, покупки медикаментов по рецепту и так далее. — О чем говорится стационарное социальное обслуживание? Это размещение пожилых граждан по направлению медицинского учреждения либо в дом престарелых для пожилых граждан и инвалидов, либо в психоневрологический интернат, то есть опять-таки по заключению врача-психиатра. — Да. Но хочется сказать, что на сегодняшний день есть еще одна такая форма жизнеустройства новая для пожилых граждан — это приемные семьи. Что она подразумевает под собой? Данная форма жизнеустройства реализуется больше для того, чтобы было сокращение пожилых граждан, которые направляются именно в дома престарелых, потому что все-таки им, наверное, приятнее стареть среди семьи, среди где есть дети, где есть люди, которые о них заботятся. Как в собственной семье. В данной форме жизнеустройства есть два лица. Это лицо, которому необходим уход, и лицо, которое будет осуществлять уход. И данные, очень много ограничений, к сожалению, конечно, при формировании приемной семьи для пожилого гражданина и инвалида. Первое, самое главное ограничение — это то, что эти граждане должны быть абсолютно чужими друг другу людьми, то есть ни родственниками, ни супругами, ни братьями, ни сестрами, ни тетей, ни дядей и так далее. Во-вторых, у них должно быть в собственности жилье, потому что решается вопрос, где человек будет проживать. У лица, которому необходим уход, или у лица, который будет осуществлять уход. В приемной семье формируется совместный бюджет, то есть должны быть обязательно доходы у граждан. И также основное еще требование — это у нас отсутствие судимости. Потом, если у гражданина, который хочет осуществлять уход, есть несовершеннолетние родственники, они должны обязательно написать согласие. Затем, также очень важный момент. Может быть, очень много, скорее всего, в районе есть таких людей, у которых проживают бабушки, дедушки, которые, может, даже не являются им родственниками. Но данная форма помогает, во-первых, поощрять людей, тех, которые осуществляют уход, потому что оформляется ежемесячная выплата. Можно грубо сказать, что это заработная плата за то, что человек осуществляет уход за пожилым гражданином. Поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, если они имеют какие-то сведения, где одиноко проживающие бабушки живут, у нас дедушки, либо кто-то изъявил желание взять к себе в семью граждан пожилого возраста, необходимо обратиться к нам с целью формирования вот этого банка желающих, тех, кто хочет осуществлять уход и кому нужен этот уход. А как вообще активность оценивает Енаульцев в создании подобного рода семей? На сегодняшний день активность очень маленькая. На сегодняшний день у нас в Енауле всего лишь одна приемная семья для граждан пожилого возраста. Всего лишь одна. В селе Прогресс. На подходе еще вот одна семья, пока сбор документов осуществляется. А с чем связываете это? То, что это достаточно новые тенденции или это характерно вообще для всех районов республики? Ну, это характерно, наверное, для всей республики, потому что не каждый же согласится к себе в семью принять абсолютно чужого человека. Это очень большая ответственность. И не каждый готов ее на себя взять. А помимо этого, какой еще род деятельности вы выполняете? У нас также с 2018 года ежемесячно проводятся семейные выходные. Это такая инновационная, можно сказать, технология, которая способствует вовлечению в отдых всей семьи. То есть статус семьи поднимает. Помогает родителям и детям проводить время вместе. У нас семейные выходные проводятся ежемесячно. В последнюю субботу месяца. Очень большое спасибо, хочется сказать, всем учреждениям района, которые никогда нам не отказывают и совместно с нами проводят эти мероприятия. Так как наши семейные выходные направлены в основном на ответственное родительство, на вовлечение всех членов семьи в выходные, ведь провели совместное времяпровождение, в основном наши выходные проводились для семей с детьми. Очень активно участвовали у нас садики для своих воспитанников. У нас два садика в этом году провели семейные выходные. В целом, в октябре месяце было принято решение провести семейный выходной для нашего старшего поколения. Совместно с Советом Женщин. Насколько вы знаете, Совет Женщин у нас реализует проект грантовый. Старости нет. Они выиграли субсидию по линии Министерства Семьи и Труда, социальной защиты. Совместно с ними мы организовали семейный выходной, на котором мы подготовили выступления представителей органов МВД о безопасности в быту, защиты от мошенников и так далее. Затем представителей Центральной районной больницы у нас. Анатолий Борисович выступил на тему профилактика атеросклероза. Затем очень понравился нашим пожилым гражданам тренинг психологический на тему, как они могут поднять себе настроение в осенний период времени. Также был проведен мастер-класс представителями компании «Фаберлег». О том, как нужно правильно ухаживать за кожей в зрелом возрасте. То есть активность потихоньку с каждым месяцем, активность посещения наших мероприятий, она растет. В рамках дополнительных видов деятельности, которые мы осуществляем еще, необходимо отметить банк вещей, который у нас сформируется при службе. То есть граждане, которые нуждаются в обеспечении какими-либо вещами. И от детских, для вещей для новорожденных, до мужских, взрослых, женских вещей, они могут обратиться к нам в службу. То есть мы безвозмездно обеспечиваем граждан необходимой одеждой, обувью и также средствами первой необходимости. Также мы ежегодно ведем активно благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». В этом году в акции у нас приняли участие 24 юридических лица, 3 индивидуальных предпринимателя и 7 физических лиц. И всего помощь была оказана у нас 84 детям из 46 семей. В основном данная акция направлена на оказание помощи семьям, которые у нас состоят на учете в КДН и которые на учете в ТЖС, трудной жизненной ситуации. Также ежегодно у нас в мае проводятся недели семьи, это у нас по всей республике. В рамках данной недели мы также проводим различные мероприятия, в том числе и акции с органами ГИБДД. В этом году мы раздавали стикеры и наклейки на машины о том, что «Осторожно, дети!» называется. Раздали более 50 наклеек. Приняли участие граждане в этой акции активно. Никто не возмущался, потому что все прекрасно понимают, что безопасность детей зависит от родителей. Также мы посещаем постоянно родительские собрания в садиках, в школах, с директорами школ беседуем. Очень активно работаем с управделами, с главами сельских поселений по выявлению вот этих семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также хотелось бы отметить то, что эффективное межведомственное взаимодействие у нас строится с Юнаульской центральной районной больницей. Это не только в плане госпитализации граждан при необходимости, а также в прохождении медосмотров при размещении граждан в стационар. А также еще эффективно у нас работа идет с женской консультацией, когда они по желанию беременных, они направляют их к нам побеседовать с психологом, насколько родители готовы, матери готовы к материнству будущему. Также у нас эффективно строится работа с мировыми судьями, то есть когда граждане обращаются с заявлением о разводе, им тоже рекомендуют пройти к нам, побеседовать с психологом, либо совместно с супружеской парой, либо по отдельности. А на основании чего семье признается статус трудной жизненной ситуации? Мы, как я уже сказала, ведем удифференцированный учет в семье, которые оказались в ТЖС, а постановка на учет осуществляется на заседаниях Координационного совета при администрации по семейной политике. Данный совет у нас создан в марте 2018 года, и наше учреждение является секретарем данного учреждения, данного совета. При поступлении какого-либо заявления в администрацию, либо сигнала мы реагируем, выезжаем, собираем всю необходимую информацию и комиссионно рассматриваем семью на заседании Координационного совета, откуда и решаем, является семья в трудной жизненной ситуации или нет. Соответственно, при постановке семьи на учет, как в трудной жизненной ситуации, составляется индивидуальный план работы, и принимается решение, какое учреждение и что будет для этой семьи делать по мере своих возможностей, чтобы данная семья вышла из трудной жизненной ситуации. Это немножко переплетается с нашим социальным сопровождением, но социальное сопровождение, принятие решения о социальном сопровождении семьи, оно осуществляется при нашем центре, а Координационный совет, он уже при администрации муниципального района. Основной задачей является выполнение основных видов деятельности нашей работы, но необходимо еще отметить, что в ближайшем будущем при нашем центре также будут создаваться семейные клубы по потребности нашего населения, соответственно, и по возрастам. Возможно, это будут клубы для многодетных семей, для неполных семей, для пожилых граждан, возможно, будут клубы для беременных. То есть по потребности населения нашего района, города, мы будем создавать данные клубы. Очень много семей, в которых есть скрытое неблагополучие, и вот на это и направлена общая межведомственная работа, чтобы выявить раннее неблагополучие семей и преодолеть его, и устранить. То есть очень много семей, которые с виду очень хорошо живут, но внутри семьи никто не знает, что творится. И зачастую очень много мы встречаем в семье домашнего насилия, когда женщина это все устраивает, они просто не идут и никому не жалуются, никому не говорят. Но тем самым они портят ситуацию в семье, климат, семейный климат, страдают от этого дети. Вот этого нам ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому мы стараемся со всеми тесно работать, и с садиками, и со школами, чтобы при любом сигнале, при любом случае они сразу информировали нас. И мы, посещая родительские собрания, мы всегда говорим родителям, чтобы они адекватно реагировали на наше посещение, на расспросы воспитателей, потому что в связи с возникшим недавним случаем иногда лучше предотвратить какую-то ситуацию, чем потом последствия были у нее. Ну, подобного плана ситуации все-таки труднее выявить, когда они скрытны, когда они не сами стороны конфликта, грубо говоря, смирились с нынешними обстоятельствами. Естественно, в данной ситуации при отсутствии желания кого-то из членов семьи здесь уже никто помочь не может. То есть должно быть обязательно желание кого-то выйти из этой ситуации. И это не рассматривается как вмешательство в жизни семьи? Это все делается с их согласия. Если они дают согласие на то, что мы можем вмешаться и чем-то помочь, тогда мы это делаем. А так без согласия граждан мы ничего делать не сможем, потому что все в их руках. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала руководитель службы семья в Янаурском районе, Гульшат Сахапова. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова